Все, начинаю трансляцию. Так, нас уже ожидают 65 зрителей. Очень круто. Отлично. Ребята, всем привет. Напишите, пожалуйста, как нас слышно, как нас видно. Так, привет-привет. Да, нам сейчас надо протестировать звук, чтобы понять, все ли в порядке. Я сейчас на втором мониторе вижу то, что у нас видео пошло. Отлично. Отлично. Все, мы уже начали получать обратную связь. Все супер. Красиво, спасибо. Можете, ребята, по десятибалльной шкале оценить качество видео, качество звука. Все отлично. Ребят, сегодня у нас любимый спикер Алексей Белицкий расскажет нам о том, как выбрать графический стиль для той или иной работы. Алексей – это тренер курса интенсив, он UX-дизайнер. И давайте перейдем к тому, что он сам расскажет подробнее, что и как сегодня будет проходить структуру, какие бонусы, плюс, плюшки мы дадим ребятам в конце и чего им ждать. Да, ну я для начала представлюсь. Меня зовут еще раз Алексей Белицкий. Работаю дизайнером продукта в iter.ru. Это стартап, food startup, можете зайти по ссылке, посмотреть на сервис. Занимаемся тем, что пишем отзывы на рестораны, сделаем подборки по этим ресторанам. Значит, про сегодняшний вебинар. Про выбор стилистики. Но сейчас, на самом деле, такая ситуация складывается в мире дизайна, что кто-то делает предпочтение тому, что создает эмоциональные дизайны, кто-то, наоборот, больше информационную ценность поддерживает, кто-то за дрибл, кто-то за прикладные макеты. Все это дело в конфронтации друг с другом находится, и возникает вопрос, а как же, в общем-то, делать правильно и в какую сторону сделать выбор. Сегодня попробуем с вами четко, подробно разложить все по косточкам, и за время сегодняшнего вебинара соберем методологии и инструменты, при помощи которых можно, в общем-то, безошибочно определять стилистику, в которой выполняет интерфейс, и посмотрим также наборы референсов с разными стилистиками, и я расскажу, в каком случае, какую стилистику нужно выбирать и отдавать ей предпочтение. Отлично, спасибо, Леш. Ребят, если у вас будут вопросы по ходу мастер-класса возникать, пишите в чате, я буду отслеживать и задавать Алексею. Да, отлично. Ну все, начинаем? Окей. Я этот вебинар и тему создавал при помощи одной методологии Алана Купера, о которой расскажу по ходу, а также использовал две цитаты Яна Чихальда. Ян Чихальд – это автор книги «Облик книги», он достаточно известный типограф, наверняка вы знали, читали. Если кто не знал, не читал, запишите, отличная книга для и начинающих, и для средних дизайнеров, она отлично подойдет. Сегодня эти товарищи будут давать нам некоторые комментарии. Ну и, в общем-то, начнем с разбора такого референса. Типичная работа, которую мы можем встретить на Dribble, на Abbey Hands. Яркий эмоциональный дизайн, контрастные оттенки, контрастные тона, шрифты. Дизайн буквально говорит с нами напрямую, то есть пытается в нас какие-то эмоции, такие яркости, радости пробудить. Достаточно интересная работа. Вот еще одна работа, это из портфолио пользователей UX Ninja с Dribble. Тоже яркий достаточно интерфейс, я так понимаю, это плеер. То есть он изобилует красками, эмоциональный. Тоже достаточно интересная работа. И редизайн Википедии. Википедию мы с вами привыкли видеть достаточно в грузном, тяжелом интерфейсе. Достаточно в старомодном формате. Здесь она представлена, наоборот, в облегченном, в легком, лайтовом стиле. И, в общем-то, то, как она выглядит сейчас. И попробуем с вами разобраться. Почему же так? Вроде бы Википедия это достаточно большой, крупный, крутой продукт. С большим количеством инвестиций, с большими ресурсами. И при этом он выглядит по-прежнему старомодно. Хотя и на Dribble, на том же, на Behance, обычные дизайнеры давно уже переосмыслили вообще все эти подходы. И сделали более легкие версии. Вот как вы думаете, почему так происходит? Ведь стиль, это, ну, в общем-то, визуальная коммуникация между человеком, между пользователем и сайтом. Ведь она достаточно, ну, то есть степень важности у нее достаточно высокая, достаточно большая. Почему так происходит? Почему, несмотря на то, что концепты выходят, а реальные продукты остаются по-прежнему грузными? Как вы думаете? Ребят, напишите, пожалуйста, свое мнение. Ну, вот, Алексей, на самом деле работа прям классная. Это работа просто какого-то дизайнера или твоя по Википедии? Нет, по Википедии это работа другого дизайнера, я сейчас не помню, как имя и какое. Ну, то есть на Dribble, если забить Википедию и дизайн, достаточно много можно будет найти. Понятно. Так, Иван пишет. Закоренелость пользовательского опыта опасность менять привычное. Да, это, в частности, тоже один из принципов, по которым стилистика интерфейсов, она, ну, как бы, устаревает. Но есть и еще несколько факторов, по которым это происходит. Алена пишет. Потому что так она функциональнее. Там в концептах более половины нужного не учитывается. Да, то есть количество пользовательских сценариев, которые покрывают такие грузные и тяжелые дизайны, оно, безусловно, больше, чем легкие и облегченные. Но дело в том, что есть, то есть те люди, которые топят за эмоциональный, за яркий дизайн, за лаконичный, они говорят, что таким образом удается фокус внимания сместить на конкретные объекты. И они отчасти правы. Как раз наш сегодняшний вебинар и служит подсказкой, в каких случаях стоит сужать такой фокус внимания на конкретных элементах, а в каких случаях стоит, наоборот, вошли пойти. Люди уже привыкли к этому дизайну? Да, тоже это, в общем-то, коррелируется с предыдущим комментатором. То, что резкая смена, она способна обрушить просто метрики, как с кинопоиском когда-то произошло, получилось. Анна Тарасова, дизайн Википедии выглядит более официально, чем переосмысленный? Да, тоже здесь Википедия, она все-таки на очень широкий круг пользователей рассчитана, чем такие дрибловые и хипстерские дизайны. Но все равно с течением времени продукты могут меняться. Но Википедия, какой была, грубо говоря, 5 лет назад, такой она и остается. Но я думаю, сейчас есть смысл перейти к следующим слайдам. Начнем уже разбираться, как, в общем-то, создать правильную визуальную стилистику, как правильно определиться, с чем конкретно работать. Для этого нам помогут две методологии. Это два представления и три подхода. Представления. Какие могут быть представления? Как мы можем подходить к выбору стиля? На основе эмоционального контакта с человеком и предоставления информационной ценности. И существует три подхода. Конкретно про представление. Это мое личное деление. Я думаю, оно из названий будет достаточно понятно. По подходам. Здесь я не просто так поставил в самом начале вебинара аватарку фотографии, фотографию Алана Купера. Он делит все интерфейсы на монопольные, на временные и на фоновые. И для того, чтобы понять, как правильно это все сочетать друг с другом, что это вообще такое за методологии, я подготовил набор референсов, на примере которых и все это вам расскажу. Начать хотел бы я с выбора представления. Как мы уже с вами видели на предыдущем слайде, представления бывают монопольные, временные и фоновые. И что же это такое? Начнем с самого глобального, самого большого. Это с монопольного представления. Что это за вид программ? Само слово монопольное предполагает, оно как бы уже говорящее. Говорит о том, что это приложение занимает, раз, все место на экране пользователя, и два, оно занимает все время внимания пользователя, большой фокус внимания. То есть, человек должен работать продолжительное время с большим набором форм. Здесь вы видите пример интерфейса 1С, он максимально очерно-белен, здесь нет ярких эмоциональных акцентов, буквально только некоторые, но это не то, что мы видели с вами на предыдущем слайде, в частности на Википедии или на работе UX-ниндзи. То есть, монопольные приложения, они должны быть максимально опреснены, для того, чтобы пользователь мог с ними работать сегодня, завтра, на протяжении одного, двух, трех и более лет, чтобы они не перегружали ментальность пользователя своим ярким эмоциональным дизайном. Это главная составляющая монопольных приложений. Монопольные приложения, помимо 1С, можно еще привести, к примеру, САП. САП даже награду получали, я на конференции, помню, слышал об этом, получали награду за один из лучших интерфейсов, то есть, и достаточно функциональная программа, аналог 1С. На этом слайде вы видите скриншот программы PreenectSignestation. Это специальный профильный софт для типографий. Он служит для того, чтобы формировать спуски полос. Грубо говоря, у вас есть файлы PDF для журнала, и их нужно отправить в печатный цех. Эта программа позволяет сделать все необходимое с этими файлами, чтобы они продвигались дальше по производственной цепочке. Я сам конкретно с PreenectSignestation работал на протяжении двух лет. Осваивал я ее около трех месяцев. Это было очень тяжелое, жесткое освоение. Это типичный представитель монопольного софта. Очень дорогой. То, что вы видите сейчас, вот эта версия программы, она стоила, по-моему, несколько тысяч долларов. То есть, это от крупного производителя, крупного поставщика. Выглядит достаточно пресно, скучно. То есть, того, что мы с вами видели на первых референсах, здесь, безусловно, нет. И мы с вами потихоньку подбираемся к тому пониманию, почему так происходит. Наш с вами любимый Photoshop, в котором, я думаю, мы с вами тоже проводим многое количество времени, он тоже выполнен по представлению монопольного приложения, которое занимает, опять же, всю рабочую область нашего экрана. И оно тоже, тоже ставка здесь сделана на маленькие аккуратные формы, на маленькие компактные мелкие интерфейсы. В частности, важно учитывать, что когда человек работает с монопольным интерфейсом, он находится в удобном кресле, сидит в удобном положении и может работать при помощи мелкой моторики. То есть, у него эта функция, она задействована. То есть, значит, мы можем сделать и кнопочки маленькими, буквально в пределах 5 пикселей, чтобы... То есть, человек, он может прицелиться, грубо говоря, мышкой в эту кнопочку. Помимо дисктопных программ, которые мы с вами рассмотрели, 1S, SAP, PrenactSignostation, Photoshop, есть еще и веб-приложения, которые также работают в монопольном режиме. Одно из таких – это Gmail. Скриншот я сделал сам, то есть, как видите, достаточно высокая плотность информации, он тоже опреснен, ярких эмоциональных вставок здесь нет, все сделано с вставкой на то, что пользователь будет долгое время взаимодействовать с этим представлением. То есть, монопольные приложения, грубо говоря, это долго, сложно, и задействуется мелкая моторика, и, возможно, требуется иногда обучение. Использование ярких эмоциональных вставок здесь может сказаться критично. На самом пользовательском опыте, в частности, Сбербанк на одной из конференций делился, своим опытом, что когда они обновляли внутренний документооборот, софт, они сделали там такой фоновый зеленый красивый листик. Этот зеленый красивый листик безумно понравился всему руководящему составу, все были в восторге, это, естественно, отправили во внедрение. Буквально через месяц пошли массовые жалобы, то, что всех просто достал этот зеленый листик, попросили его скорее уже убрать, потому что он уже надоел, эмоционально он задавил. Поэтому с такими вещами в интерфейсах монопольных нужно поступать аккуратно. К следующему его представлению перейдем. Это временное представление. Временное представление, оно имеет слово временное не в том смысле, что его делают на какой-то короткий промежуток времени, а с упором на то, что его используют только определенный какой-то короткий временный промежуток времени. Грубо говоря, это приложение, это интерфейс для одного конкретного целевого действия. Здесь вы видите скриншот такого приложения, это VPN-сервис, hotspot, здесь вы видите только один маленький интерфейсный элемент, иконочку в верхнем баре, после нажатия на который открывается большое достаточно окно, буквально с одной кнопкой. Здесь есть, да, настройки, справка и планетка, скорее всего, здесь я на сайт перейду, на hotspot-овский, но в целом приложение тоже по функциональности, оно максимально опреснено, но эстетика здесь мы видим уже на более высоком уровне, то есть черный фон, вот эта обводочка, достаточно интересное функциональное решение, в предыдущих программах мы с вами этого не видели, но опять же, опреснено для одного конкретного функционального действия. Launchpad в Mac, это тоже, это по сути говоря аналог кнопки пуска в Windows, когда мы нажимаем с вами на иконку с ракеты, и мы видим с вами вот этот экран, на который мы можем выбрать программу, которую нужно запустить. Тоже мы взаимодействуем с этим короткий отрезок времени, это приложение само, этот интерфейсный элемент открывается на весь экран и полностью захватывает внимание пользователя буквально там на несколько секунд. Ничем кроме этого он отвлекать не должен. Именно по этой же причине здесь в macOS не применено то решение, которое используется в Windows. Когда, знаете, когда на кнопку пуск нажимаете и открывается окошко только в левой части, а ярлыки на рабочем столе, которые у пользователей обычно в таком в хламе скапливаются, они все равно остаются. То есть фокус внимания конкретно в macOS, он сосредоточен только на запуске этих приложений, только на иконках приложений. Еще когда мне написали по поводу того, что нужно провести такой вебинар, я подумал, что нужен какой-то еще один дополнительный пример для того, чтобы продемонстрировать, как работают такие временные приложения. Я идеального примера не нашел, поэтому он нарисовал сам такой концепт. Дребловый показал, как можно представлять такие временные приложения. Это таймер. Таймер по заранее преднастроенным каким-то действиям. То есть пользователь запускает этот таймер на своем смартфоне, то есть запускает приложение, видит карточки с готовыми тайм-промежутками. То есть, может быть, кстати, напишите, кто знает, что такое правило помидорки, это деление временных отрезков работы по 25 минут. Вот здесь как раз в этом приложении содержится уже такой временный отрезок, чтобы пользователь не выбирал сам эти 25 минут, а выбрал, то есть из какого-то промежутка, то есть выбрал из этих карточек. Также пользователь может создать сам эти карточки и использовать их. То есть, опять же, навигация максимально упрощена, функциональное действие этого приложения я сместил только на кнопку старта, которая находится в середине экрана. Ну и плюс создал еще экран с настройками и экран создания нового таймера, на котором тоже есть одно функциональное действие, это записать этот таймер. Можно проставить руками, можно сделать замер моментальный. И все. То есть, это приложение тоже можно отнести к временным приложениям, которые пользователь запускает на короткий промежуток времени. И третье представление приложений – это фоновое представление. Рассказ про это представление будет максимально коротким, потому что к фоновым приложениям относятся антивирусы, какие-то поисковые системы, которые именно по операционной системе совершают сканирование и выдают какие-то результаты каких-то действий. Ну, например, на наших с вами смартфонах тоже работает ВКонтакт постоянно, Facebook, он работает в фоновом режиме, и если к нам кто-то пишет в личку, то это сообщение отображается здесь. Оно приходит к нам на смартфон, мы видим бушеведовление. Ярким классическим примером фонового приложения можно к таким приложениям можно отнести Spotlight на macOS. Это такая поисковая система, которая во время простоя компьютера, когда пользователь не работает с компьютером, Spotlight выполняет поиск по всей операционной системе, он индексирует весь контент, и как только пользователь нажимает клавиатурное сокращение Ctrl-пробел, появляется такая поисковая строка, она может появиться в любом месте операционной системы, и пользователь может ввести любое название файла, допустим, или программы, и моментально этот файл или программа найдутся, потому что операционная система macOS заранее просканировала всю нашу операционку на предмет этих файлов, на предмет этих документов, и совершает максимально быстрый поиск. Тоже отличный пример фоновой программы, при том, что она интуитивная, она не сканирует жесткий диск, пока пользователь работает, то есть она дождется того момента, как пользователь перестанет работать, и после этого запустит сканирование. Отличный пример, юзер-центрик дизайна, как любит Apple, и она достаточно интуитивна и функциональна. Следующий слайд – это выбор подхода, информационный и эмоциональный, в каком случае, какие подходы нужно выбирать и чем руководствоваться, главное, при их выборе. Начнем с информационного подхода, в частности, он частично перекликается, да может быть, даже и полностью перекликается с инфостилем, здесь я могу, в пример, привести книгу Максима Ильяхова «Пиши сокращай», то есть, когда мы короткими какими-то фразами, короткими емкими текстовыми сообщениями доносим до пользователя максимум информации. Естественно, в таком информационном подходе, в информационной подаче, какие-то дополнительные эмоциональные вставки, они будут уже отвлекать, и нужно пользователя акцентировать только на конкретном контенте. Здесь я хотел бы провести цитату Яна Чихальда из «Облика книги», подробный кусок текста вы можете прочитать внизу, можете после того, как вебинар закончится, перемотать на эту часть. Самое главное, что он хотел донести до нас – это индивидуальность в типографике – это недостаток, стремятся к ней только новички и дураки. Достаточно яркая и несколько грубоватая фраза, но в ней очень много смысла, в ней очень много сути. Типографику в данном случае можно заменить, зачеркнуть и написать «информационный дизайн». Индивидуальность в информационном дизайне – это недостаток. То есть, должен ли дизайнер показывать какую-то индивидуальность и стремиться к тому, чтобы он самовыражался в оформлении контента? Конечно же, нет, потому что в таком случае он будет смещать это в сторону декора, в сторону оформительства, в сторону украшательства. И в информационной подаче это запрещено категорически. Об этом же и свидетельствует кусок текста из книги Яна Чихальда «Облик книги». Мы можем даже разобрать ее, что, например, некоторые считают индивидуальным стилем мелкие, ничтожные, иногда даже вредные особенности, выдаваемые за новаторство. То есть, это не нужно совершенно, как в типографике, так и в информационном дизайне. Дизайнер при оформлении контента, когда он руководствуется информационным дизайном, он должен рассказывать пользователю историю. Это так называемый стори-теллинг, рассказывание истории при помощи контента, при помощи графики, при помощи диаграмм, при помощи инфографики, возможно, при помощи каких-то очень слабозаметных стилистических решений. В этом плане очень преуспели китайцы на Алиэкспресс. Я сейчас не шучу. То, что вы сейчас видите, это фотографии с Алиэкспресса. Я сегодня их буквально нафотографировал из одного достаточно не сильно известного, скажем, интернет-магазина, торгуют они такими гаджетами. То есть, здесь показано дополнительное устройство для MacBook, которое к нему подсоединяется и работает как расширитель портов. Те ребята, у кого есть MacBook от 2016 года, знают, что там сократили существенное количество портов, и теперь подключать флешки или какие-то внешние устройства, там мониторы и картридеры очень сложно. И здесь нам пришли на помощь китайцы, потому что они создали достаточно функциональные платы расширения, и эти платы расширения, они по лояльным ценам, и у них очень эргономика удобная. То есть, даже те устройства, которые продаются в официальном магазине Apple, они не настолько функциональны, как эти. И обратите внимание, с какой заботой, с какой любовью поданы каждая из этих фотографий, на самом деле их было намного больше, раза в три я оставил только самые интересные, показана упаковка, показано, как это использовать на левой верхней фотографии, показан человек, у которого руки лежат на MacBook, MacBook лежит на этой подставочке, подставочка выступает, в частности, как опора для того, чтобы под MacBook возникало пространство, и свежий воздух туда попадал. Так более того, они даже показали, как внутри выглядит это устройство, чтобы отработать возражения гейков, которые начнут говорить, ой, может быть, у вас там внутри чипы криво распаяны. Вот, пожалуйста, и мы показали, что это не так. Второй пример – это беспроводная зарядка. Тот же самый подход. Показали саму зарядку в достаточно в таком красивом отретушированном формате. Я говорю про ту фотографию, которая в левой части находится. Показали габариты в правой части, как это все можно положить в сумочку, то, что она компактная, ее можно всегда взять с собой. Также показали внутряжку, показали упаковку, чтобы у человека на всех этапах взаимодействия с продуктом, от выбора до покупки, до приобретения, когда он заберет эту посылку с почты, откуда ему курьер привезет, чтобы для него не было сюрпризом, когда он эту посылку получит, что ему, в общем-то, придет. Следующий тоже интересный гаджет – он против скомканных проводов. Наверняка у всех нас с вами на столе, ну, у кого не беспроводные гаджеты, у нас с вами бардак. Творится то, что эти провода, они кругом везде. Пожалуйста, от наших любимых заботливых китайцев такое устройство. Они показали, как его наклеивать, как его можно наклеить, как подключать разные устройства. Так и более того, такие фотографии даже можно использовать не просто как информационные такие триггеры. Так их можно еще использовать и как мануалы, как это все дело подключить. То есть, они настолько заботливо к этому подошли. Следующий кейс отличный. У меня, кстати, есть такой же, я заказал и даже два. Это маленькая такая коробочка, в которую можно сложить зарядку от айфона, какие-то флешки, то есть, ну, все утилитарные средства, которые постоянно разбегаются, разбредаются по сумке. И сами подумайте, вот, если бы эту коробочку показали просто в формате коробки, то есть, без вот таких красивых раскладок, возникло бы желание ее купить? Скорее всего, нет. А когда они настолько качественно сфотографировали ее, показали то, что она водозащитная в левом нижнем краю экрана, что она помещается на ладони руки, как в нее складывать наушники, то, что специально, заботливо для нее спроектировали, поставили туда сеточку, чтобы эти наушники не перепутывались, когда обычно это вот происходит все вот в таком формате, и мне после вебинара придется их еще как-то распутывать. Вот. То есть, один из качественных примеров подачи контента. Конечно, то, как здесь сверстаны тексты, то, как здесь вообще какие шрифты используются, на самом деле, ну, то есть, можно здесь много к чему придраться, и на интенсиве мы как раз много времени уделяем работе с отступами, с типографикой, то есть, любой выпускник курсов VDI, он сделает намного более лучшую аккуратную верстку. Но с точки зрения подачи контента, подачи фотографии, продюсирования, сторителлинга, здесь все сделано на 5 с плюсом. Вообще, за информационный стиль сильно топили ребята, которые занимались швейцарским дизайном. Здесь вы видите два плаката Мюллера и Брокмана, слева это расписание театра. Как видите, полностью все, полностью весь акцент смещен на информацию, на информационный дизайн, на инфостиль. Какие-то даже графики, какая-то украшательства, они полностью отсюда выпилены. Здесь есть максимум из декоративных элементов, здесь есть только полоски, и то я поспорю с тем, что они какую-то декоративную функцию выполняют. Они выполняют вполне прикладную функцию, чтобы глаз пробегал по этим строчкам и примерно понимал, на каком уровне он находится. Аналогично и с правым плакатом поступили. Здесь главную функцию вынесли просто в правый верхний экран, большое количество воздуха, оно отгораживает это информационное сообщение от всего остального, и мы получаем очень четкую, лаконичную, структурную подачу контента. То есть, если бы сюда начать натягивать эмоции, мы могли бы поставить какие-то картинки, какую-то графику, еще какие-то украшательства, может быть, вензелечки бы добавили, дополнительных цветов, но стал бы макет от этого информативнее? Однозначный ответ, что нет. И то направление, которое исповедуют, как говорится, информационные дизайнеры, которые за это топят, это максимальное опреснение контента и подавать только самое главное, самое важное. И теперь же вопрос. Мы плавно с вами подходим к тому, в каком случае использовать монопольный, в каком случае использовать временный, в каком случае использовать фоновые представления интерфейса. И мы сейчас с вами разобрали информационный подход. Когда он будет полезен? Он незаменим в подсадочных страницах. Когда человек попадает на лендинг-пейдж, так их называют, человеку на самом деле глубоко до фени, какие там эмоции он получит от просмотра этой страницы. Ему нужно получить конкретные ответы на вопросы, то есть увидеть фотографии этого продукта, если это какой-то товар, который он покупает, или прочитать о той услуге, которую он покупает, увидеть, возможно, отзывы, увидеть акции, скидки, как он может этот товар купить дешевле. И если, допустим, лендинг-пейдж рассматривать как бизнес-инструмент для повышения продаж, для повышения конверсий, то даже самый неискушенный в дизайне маркетолог соберет намного более качественный лендоз, чем вот мы посмотрели с вами дриблодизайнеров, который делают красиво, но не функционально. Проще говоря, такой лендинг-пейдж, который будет снабжен красивой графикой, эмоциями, он просто не будет продавать, потому что не будет учитываться пользовательский фактор, не будет учитываться отработка возражений, не будет учитываться предоставление информации людям, на основе которой они сделают выбор. Однозначно это интерфейсы, крупноинтерфейсные решения, я сейчас говорю про монопольные, потому что дополнительная какая-то информация, она просто будет отвлекать пользователя от основной задачи, особенно когда он постоянно работает с этим интерфейсом, ежедневно приходит на работу и делает какие-то операции своей задачи. Дисктопный софт по типу того же Photoshop или PrenactSign Station, SAP 1S, это в общем-то те же самые интерфейсы, но которые устанавливаются непосредственно на компьютер пользователя. Под интерфейсами я имел в виду также и веб-интерфейс, потому что сейчас многие продукты уходят и в веб, чтобы просто большее количество пользователей охватить. Это Gmail, как один из ярких примеров. И интернет-магазины. Вообще, честно говоря, интернет-магазины я больше даже подталкиваю под лендосы, потому что, по сути говоря, процесс продажи, он такой же, как и на лендингах. Мы должны отработать возражения, показать товар лицом, чтобы его захотелось купить, увидеть основные параметры, на основе которых вообще эта продажа будет совершена. Отзывы, посмотреть доставку, прочитать. И пользователь должен получать не какие-то высокие эмоции от того, что он это просматривает, а он должен получать планово, планомерно ответы на эти вопросы и проваливаться вниз по воронке продаж. Это все то, что было связано с информационным подходом. И сейчас мы сможем с вами перейти уже непосредственно к эмоциям, что это такое и как этим управлять. Алина, а у тебя какие... что ты можешь добавить по текущей части? Есть какие-то у тебя комментарии? Нет, комментарий нет. Все понятно, все четко по полочкам. Давай переходите. Ребята, тоже не возникает вопросов. Я думаю, что настолько все понятно, что будем ждать конца. Будем ждать конца, окей. Про эмоциональный подход. Сначала надо вообще понять, что такое эмоции и как они рождаются, что является главным триггером, который способствует тому, что эти эмоции в нас как-то зарождаются. Я здесь вставил термин с Википедии, что эмоции – это психический процесс, отражающий субъективное и оценочное отношение человека к каким-то объектам. То есть, грубо говоря, это вкусовщина чистой воды. Но эмоции, они ведь... Мы постоянно испытываем эти эмоции, то есть, при взаимодействии с окружающим миром, и этими эмоциями нужно... мы как дизайнеры, мы должны этими эмоциями уметь управлять и использовать их в нужном русле. В общем-то, на этом слайде слева изображена картина Клода Мане справа Кандинского. Напишите, кстати, кому какая... Может быть, кто-то есть у нас поклонники в чате Кандинского или Клода Мане. Вообще отпишите, нравится вам или нет, и мы таким образом с вами такой мысленный эксперимент проведем. Я, к примеру, всегда очень любил Мане. Это, по моей точке зрения, отличная колористика, отличная композиция, графика. И те эмоции, которые я испытываю, я даже не готов их как-то описать, потому что я не эксперт в искусстве, я просто... У меня есть определенный набор этих эмоций, которые я чувствовал при просмотре этой картины. То же самое могу сказать и о Кандинском. То есть, искусство вообще такое, то есть, живопись, вообще создание, написание таких картин, это один из древнейших способов в человеке вообще какие-то эмоции, в общем-то, сгенерировать, создать, используя какие-то внешние, как их еще можно назвать, раздражающие факторы. Вячеслав пишет, оба хороши. Оба хороши. Отлично. Но я тоже так считаю. Мне справа в этом хаосе очень нравится гармония, как визуальный вес распределен, это просто что-то с чем-то. Форма совершенно не прослеживается, но визуальное представление мне очень нравится. Это где-то, наверное, 15-16, может быть, 17 век, я тоже в этой части не разбираюсь, это разворот книги. То есть, как видите, контентная часть, это два столбика текста, они занимают ничтожное количество места на всей этой полосе на развороте, зато очень уж много декора, витиеватости, отрисовано это все, безусловно, скорее всего, руками. То есть, может быть, это гравюрная печать, я тоже в этой части не специалист, здесь нужно очень хорошо книжные традиции знать. Но мы видим, как создатель этой книги ушел в сторону украшательства. Со временем такие книги тоже стали опреснять, и, в частности, Ян Чихальт об этом и говорил на той предыдущей цитате, о том, что какая-то внутренняя часть книжного дизайнера, который хочет сама выразиться, она должна, грубо говоря, молчать в тряпочку, и дизайнер должен создавать, книжный дизайнер, информационный дизайнер должен создавать равномерные, легкие и прозрачные продукты, которые не должны перекрикивать контент, то есть, их важность не должна становиться, восприниматься как какая-то часть, которая выше контента находится. Еще один способ какие-то в нас породить эмоции – это музыкальные направления. Здесь вы видите четыре музыкальных направления – это поп, джаз, тяжелый металл и классическая музыка. Каждый из этих направлений у него есть свои любители. Например, классическая музыка – это умиротворение, спокойствие, тяжелый металл – это агрессия, поп-музыка – это эпатаж, яркость, то есть, эмоциональность в этом направлении будет развиваться. И когда мы рассматриваем вообще выбор стилистики, то такие триггеры, как музыка, как искусство, как изобразительное искусство, они, в общем-то, помогают частично лучше разобраться в том, что вообще такое есть эмоции, что такое есть стили образования, потому что такие виды, то есть, как музыка или искусство, они помогают лучше всего какие-то, то есть, заставляют нас почувствовать какие-то эмоции. Но когда мы воспринимаем информацию, мы, напротив, должны не чувствовать в идеале никаких эмоций, мы должны контент воспринимать и переваривать его, и наши эмоции должны исходить из полученного контента, а не из оформления этого контента. Тоже одно из направлений, которое строится само на эмоциональной подаче – это компьютерные игры. Здесь вы видите компьютерную игру Doom от 2016 года в достаточно мрачных, таких тяжелых тонах. Сюжет, кстати, здесь вообще автор менее нивелирован, то есть, они сами говорили о том, что мы за то, чтобы человек получал удовольствие от игрового процесса, от отстрела этих монстров, но чтобы он не тратил свой интеллектуальный ресурс, интеллектуальное время на то, чтобы осмысливать какой-то сюжет. Doom – он не о том. То есть, как видите, даже создатели компьютерных игр, они очень четко понимают, как управлять человеческими эмоциями, что и в какой момент времени человек должен почувствовать и что он должен воспринять. Радикально другое направление – это жанры приключенческих игр. Это скриншот из игры Uncharted, это реальный скриншот, не пререндер, именно в таком формате и проходит сама игра. То есть, здесь уже дух приключений, мы видим очень красивые распашные виды, джунгли, и вовлеченность здесь как раз строится на этом, что человек хочет все это происследовать, изучить, посмотреть, походить, там побродить. И третий вид игр – это такие маленькие офисные игры, это игра зума. Маленькая игра, ощущение веселости, жизнерадостности, то есть, и такое беззаботное достаточно отношение создается. То есть, она, по большей части, призвана только убивать время, при этом, когда оно у вас есть, когда оно у вас возникает. И когда можно применять эмоциональный подход, когда он сработает нам в плюс, когда он принесет нам какую-то выгоду относительно информационного подхода. Это наружная реклама, потому что время контакта человека с наружной рекламой, оно очень маленькое, и мы должны как эмоциональный яркий питч захватить все внимание пользователя и дать ему какую-то, выстрелить ему буквально в голову каким-то образом, какой-то яркой графикой, чтобы он заинтересовался и посмотрел на нее. Есть, конечно, да, рекламы, которые в информационном стиле создаются, тоже это как бы отменить нельзя, но и работа в рекламе при помощи метафор, когда мы, допустим, не напрямую продаем продукт, а через какое-то дополнительное, через какой-то дополнительный инструмент выражения тоже имеет место быть. Студии, веб-студии, они, некоторые часто очень участвуют в розыгрышах каких-то тендеров. Ну и сами понимаете, когда участвуют 10, 20, 30, 40 студий в получении тендера, и непонятно, кто из этих студий получит этот конкретный заказ, то здесь очень важно удивить, дать какую-то яркую конфету клиенту, чтобы он выбрал конкретно эту студию, а не какие-либо другие. И эмоциональный подход, когда вы, допустим, работаете уже не через информацию, не через структуру, не через качественный интерфейс и не через рассказ о том, как это будет работать, а просто даете клиенту яркую конфету, то, естественно, он ее заметит быстрее, чем какое-то сложное интерфейсное решение. Тестовые задания. Когда человек проходит, допустим, выполняет тестовое и соревнуется с рядом еще других таких же кандидатов, допустим, то работать через эмоцию и показать какой-то нестандартный подход бывает тоже очень выгодно, и такие работы, они, как правило, чаще замечаются. Конечно, есть и полно исключений, как и в наружной рекламе, и в получении тендеров, и в тестовых заданиях, когда клиенту важно именно посмотреть, как это будет работать. Ну, представьте, что вы сбросили, допустим, в качестве тестового задания или тендерного какого-то решения просто набор документации на 200 листов, либо сбросили какой-то маленький концепт-арт, на основе которого вы будете, в общем-то, который вы будете обращивать мясом и превращать в реальный продукт. Естественно, этот концепт-арт, он зайдет лучше. Портфолио дизайнеров. Очень часто на дрибловых, на бихенсовских дизайнеров наезжают, говорят о том, что ваши проекты, они нереализуемы, а даже если их и можно реализовать, то на это очень потребуется большое количество ресурсов. Ну, то есть, то есть, грубо говоря, чтобы сверстать красивый дрибловый сайт, потребуется в 2-3-4 раза больше времени фронтенд-разработчика, чем более упрощенный вариант. Но здесь-то оно так, но мы должны рассматривать наши работы в портфолио как эмоциональные питчи. Представьте, что мы каждый день участвуем в получении тендеров, и каждый день наше портфолио просматривают клиенты. Естественно, если клиент видит сухое, то есть, безэмоциональное, инфостильное такое портфолио, то, скорее всего, он пройдет мимо. Опять же, все зависит от клиента, но по большей части это именно так. И просмотры, большее количество просмотров получают именно те работы, которые имеют яркую обложку. То же самое могу сказать и про YouTube-каналы. У меня на странице лежит, на моей странице во Вконтакте лежит видео по тому, как писать спецификации. Ну, так как я UX-дизайнер, я это делаю каждый день, пишу спецификации для интерфейсов, и я как-то в один прекрасный момент ночью решил поделиться этим видео, записал 15-минутный такой короткий видеоролик, положил на своей странице. За где-то 3 месяца его просмотрели около 600 человек, а после я решил поэкспериментировать. Я добавил этому видео красивую обложку, вытягивал себя, поставил яркий фон, написал крупный заголовок. У меня за сутки было 250 просмотров. То есть, видите, насколько хорошо такая эмоциональная и яркая подача, насколько хорошо она заходит, насколько она хорошо работает. То есть, от этого ни в коем случае полностью отгораживаться нельзя. Ну, и еще есть такой последний пункт, как говорится, но это не точно. Когда вы, будучи сотрудником студии или когда работаете в продукте, пытаетесь разными способами заполучить пользовательское внимание, у вас ничего не получается, то попробовать поработать через эмоцию, попробовать поработать через эмоциональный подход бывает всегда очень результативным. Вот пример такого экрана, такого портфолио пользователей UX Ninja. Как видите, он изобилует яркими эмоциональными работами, яркими артовыми концептами, которые в реальной жизни просто и будут очень дорого реализовать, и они будут содержать очень малый набор той функциональности, который должен был быть. Как нам уже комментировали сегодня Википедию, то, что нынешняя Википедия, она содержит большой набор функциональности, который в редизайнах Википедии просто отсекается, отрезается. Но зато такие портфолио, они генерируют большое количество входящего трафика клиентов, и они способствуют тому, что вы продвигаетесь как дизайнер. Поэтому в портфолио как раз и рекомендуется выкладывать такие яркие питчи, яркие эмоциональные концепты. Вот один из таких примеров. Я не помню, как зовут этого дизайнера. Я знаю, что на него многие наши ребята подписаны, и мне и Женя Короникола, наш выпускник, тоже сбрасывал ссылку на него. То есть, мы видим здесь красивые большие шрифты, такая тоже питчевая подача. Вот эти гирляндочки, как они работают с нашим фокусом внимания, крупные фотографии в правой части макета, крупная единица, самолетик, как внимание пользователя распределено, какие отступы поставлены между объектами, как они распределены по визуальному весу, какие шрифты подобраны. Все это работает исключительно на эмоцию. И работает, я хочу сказать отлично, работа великолепная. Естественно, в реальной жизни это было бы воплотить очень тяжело. С точки зрения фронтенда, опять же, все возможно. Ну, заплатите вы в 4 раза больше денег просто за этот дизайн, да и только. А вот с точки зрения поймут ли, зайдет ли такое пользователям, это другой вопрос. Потому что здесь и функциональное действие. Функциональное действие – это то действие, которое должен совершить человек, который попал на эту посадочную страницу. Заказать, купить, оплатить, позвонить. Оно здесь толком-то и не видно его. То есть, скорее всего, эта кнопочка «Наш сервис» может быть, и то это, скорее всего, она будет вести на какую-то другую страницу. То есть, с точки зрения прикладного дизайна, такая красота, такие украшательства, они просто бессмысленные. Более того, если это посмотреть на маленьких мониторах пользователей, то есть, на ноутбуках, а часто пользователи вообще сидят с планшетом, может быть, там, с какого-то небольшого устройства. И, скорее всего, слово, нижнее слово, оно будет где-нибудь за пределами первого экрана находиться. То есть, просто контент, он не поместится под это устройство. Он слишком большой. Но как эмоциональный питч, как работа, которая будет привлекать клиентов, как, возможно, какая-то тендерная разработка, этот дизайн работает отлично. Он и здорово сделан, и с понятным, с четким позиционированием его разрабатывали. И, в общем-то, как правильно на основе тех данных, которые мы получили, как правильно создавать дизайн-концепцию. То есть, у нас есть две методологии. Это эмоциональный и информационный стиль, информационная подача и эмоциональная подача, и три вида интерфейсов. Это монопольные, это временные, это фоновые. Когда вы общаетесь с клиентом, когда вы получаете задачу, когда делаете для кого-то, например, тот же промо-сайт, вы должны выяснить задачу, а как вообще будет использоваться этот интерфейс. То есть, даже лендинг пейдж, это тот же самый интерфейс. Не обязательно интерфейсом называется тот же Gmail или 1С. Где будет использоваться эта работа, в каких условиях, какая целевая аудитория, какие контексты использования будут у этого продукта. Определяете тип интерфейса монопольный, временный, фоновый, но фоновые, скорее всего, нет. Тут определить нужно либо монопольный, либо временный. И определяете, на что вы будете делать упор, на эмоции или на информационную ценность. Если это там какие-то промо-сайты, которые должны просто захватить внимание, то да, там уже через эмоции лучше работать в интернет-магазинах, на посадочных страницах через информационную подачу. Для того, чтобы все это упаковать и хорошо и эффективно категоризировать, нужно разработать дизайн-концепцию. Отличным инструментом является создание мутборда. Вы собираете на большом листе образы, которые вам нравятся, цвета, шрифты, геометрия формы, композиция. И у вас получается вот такая большая простыня, из которой вполне четко прослеживается направление, из которого прослеживается стилистика, в которой вы будете разрабатывать ваши дизайн-решения. Этот мутборд одного из наших выпускников, очень хорошая работа, четко структурирована. Одна дизайн-концепция, хорошо качественно подобраны фотографии. Понятно примерно, какие эмоции будут вызывать эта работа, что получится в итоге. Мутборд очень хороший, очень классный. Вот работа Тани Антышевой. Она отучилась на недавнем, на крайнем 24 потоке. Это ее редизайн BMW. Таня уже обернула это все в кейс, выложила на Behance. Заходите, лайкайте, пишите комментарии. Тане будет очень приятно. Таня очень много времени провела над этим кейсом, буквально вылезала его со всех сторон. Подобрана классная фотография. Эмоциональный посыл, то есть, вот этот гараж, все затемнено, шрифты четко читающиеся. Я думаю, для Тани эта работа станет очень хорошим примером качественной работы в портфолио, и ни один клиент через эту работу придет. Но вот если бы мы эту работу рассматривали как работа для реального BMW, то здесь контент как раз он страдает тем, что слишком много украшательства. Проще говоря, нужно было бы опреснять этот дизайн, больший акцент делать на фотографии, увеличивать их, давать больше деталей, давать больше какой-то информационной ценности. В частности, вот эти верхние пункты меню, они безумно круто выглядят. Они очень изящные, эстетичные, полупрозрачные, находятся на нижнем информационном слое, но читать их, особенно в яркий солнечный день, будет очень сложно. У меня, например, над монитором сейчас стоят две лампы, которые светят мне в глаза своим диким адским светом, и мне очень сложно прочитать эти надписи, потому что у меня просто все сливается. Но зато, если мы сейчас пофиксим это и сделаем эти надписи яркими, то есть читабельными белыми, в эстетике макет сильно просядет, и мы получим просто такую картинку, которая читается, пользоваться ей удобно, быстро, но изящества какого-то у нее нет, и в портфолио все-таки такое положить, ну, так себе. И напоследок, еще одна цитата Яна Чихольда, то, что работа художника-графика – это самовыражение, а задача оформителя книги – самоустранение. То есть свои личные какие-то предпочтения, свои личные какие-то вкусовые воззрения, хороший дизайнер, он должен отодвигать назад. То есть на первый план нужно помещать контент. Если у вас есть какие-то вопросы, можете добавляться ко мне в друзья, вот ссылки на меня. Если есть еще какие-то дополнительные вопросы, можете написать их в комментариях прямо сейчас, с удовольствием ответим. Это было прям волшебно, я заслушалась. Ребята, я думаю, тоже. У нас было несколько вопросов, но по ходу вебинара ты давал ответы на данные вопросы. Давай я все-таки зачитаю кое-что. Так, Иван Афанасов спрашивал про лендинги, по поводу, насколько важно использовать эмоции именно там, для конверсии, для превращения холодных ледов в горячие. Но далее ты рассказал, что это точно так. Проще говоря, на конверсию в лучшем случае это не сработает, в худшем вы наоборот потеряете в ледах, потому что люди перегрузятся этой эмоциональной частью, то есть может быть даже что-то не увидят, и с контента вы их уберете. Я говорю это не просто так, я занимаюсь лендингами, мы ставим на них аналитику, и чем проще вы подадите посадочную страницу, тем больше будет конверсия, здесь все просто. Спасибо большое. Дмитрий спрашивает, хочу сделать шаблон для сайта частного психолога для продажи его на шаблонах WordPress. Какой подход лучше использовать для демо-сайта? Если есть задача продать в два этапа, то есть вы предложите сначала клиенту красивую картинку, красивую конфету, создадите презентацию, может быть там, кстати, на предыдущий вебинар Алексей Константинков у нас проводил, рассказывал, как при помощи анимации, то есть вызывать тоже определенные эмоции, то есть это тоже можно использовать, пригласите его куда-нибудь там навстречу, подключите буквально это все к проектору и сделаете такую презентацию красивую, либо просто на ноутбуке покажете и скажете, так это будет у вас работать, и он, да, классно, я хочу себе такое, а потом вы начнете опреснять. Если человек понимает, для чего ему сайт, понимает, что этот сайт должен быть работающим, то лучше сразу перейти к информационной части, к информационному дизайну, потому что там как бы работать с эмоциями как бы на таком, на глубоком, на фундаментальном уровне смысла нет. Лучше такой концепции продерживаться. Здорово. Ребят, слушай, Леша, я вот подумала, может быть мы бонусом отправим всем ребятам мундборды с интенсивом? Да это отлично будет. Мне кажется, это отличная идея, чтобы у них сформировалось более понятно все в голове и были наглядные материалы перед ними. Кстати, меня очень впечатлила работа Татьяны, которая у нас учится на 24 потоке, это очень классный рост, я видела работу ее ранее, это прям колоссальный скачок и однозначно крутая работа в портфолио. Да, Таня вообще молодец, я тоже очень порадовался, мы с ней вместе немножко подрабатывали эту работу, я просто в восторге. Ну а касаемо инструментов дизайнера, касаемо создания мундборда, хочу сказать, что мы очень подробно разбираем весь этот процесс, на протяжении недели создаем этот мундборд, то есть возможности обучиться создавать качественный дизайн концепции, будет хоть отбавляя, главное только участие и желание обучаться. Спасибо большое тебе, Алексей. А кстати, ребят, пока Алина отправляет ссылку, кому понравился вебинар, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, у нас сейчас периодически выходят видеозаписи, Дима Чернов записывает очень полезные видеоуроки по работе с клиентами, это тоже очень важная информация. Да, и кстати, на курсе интенсив у нас также есть информация о том, как работать с заказчиками, как привлекать внимание заказчиков, как рассказывать миру о себе, о том, что ты дизайнер, и тогда к тебе действительно придут заказчики, и ты уже действительно сможешь сам выбирать уровень работ, который ты хочешь делать для того, чтобы расти. Да, ну а мы со своей стороны как раз и поможем вам создать такое портфолио, которое как раз будет конверсионным, научим работать с эмоциями, расскажем, мы во всяком случае во время интенсива делаем как раз на это по большей части упор, потому что оно тренирует в вас и насмотренность, и навык работы над своим дизайном макетами, потому что упреснять можно, самое главное научиться делать красивые, яркие эмоциональные вещи на основе модборда. Отлично, спасибо большое. Ребята, еще хочу сказать, у нас сейчас идет группа подготовки к курсу интенсив, это уроки по Photoshop, это уроки по Figma, и в конце группы подготовки будет финальная работа, и Евгения Кузнецова, это главный тренер школы «Дай» даст обратную связь. Вы можете записаться прямо сейчас туда и понять вообще, как происходит обучение у нас, как мы взаимодействуем с учениками, как проходит обратная связь. Стоимость группы подготовки всего 390 рублей. Пишите в сообщение сообщества, мы всех ждем, ответим на все вопросы. Ну и еще раз тебе, Алексей, огромное спасибо. Спасибо. Я подытожу, что твою презентацию мы ребятам также отправим в сообщении, по которым они получали приглашение на данный мастер-класс, и я сейчас озабочусь тем, что подготовим модборды выпускников курса интенсив. Ну, я думаю, что достаточно данной информации. Да, я думаю, тоже так. Супер, спасибо огромное, все было классно. Все, ребят, спасибо, что пришли. Ждем вас на наших новых вебинарах. Вы классные зрители. Все, всем пока.